Планирование строится на допущениях. Почему важны допущения? Почему важно их осознавать в первую очередь? План проекта. Там срок до конца года его реализовать. Ты в это веришь? Тоже скажут, что не верю. Я же сам составил. Конечно, я совру, что я верю. Все так делают. Хорошо. Тогда запиши, пожалуйста, в журнале допущений следующее утверждение. В моем проекте люди никогда не болеют. В моем проекте все решения принимаются мгновенно. В моем проекте моя команда меня настолько обожает, что как только я ставлю задачу, каждый член команды стремительно несется выполнять свою работу максимально быстро и эффективно. В моем проекте никогда никто не прокрастинирует. В моем проекте все технологии срабатывают с первого раза. Мой проект абсолютно защищен от политических, внутренних и внешних перетрязок, экономических потрясений и ковида. Я в это верю? Ну, такое. Я уже молчу про отпуска людей, которых, в принципе, в отпуска желательно отпускать, но то они и отпуска. И когда мы эти допущения, на основе которых мы создаем определенные планы, мы их начинаем осознавать, это уже важный вход вам для того, чтобы заняться риск-менеджментом. Блин, так а действительно у меня люди могут заболеть? А что я буду делать, если Пупкин заболеет? А что я буду делать, если, например, этот человек решит уволиться? Тоже еще сказать. В моем проекте никогда никто не увольняется. Они настолько обожают мой проект, что готовы работать по-черному в овертайме, потому что я так запланировал проект, что они как бы меня никогда не бросят. И в Пимбоке есть такое понятие, как журнал допущений проекта, но я вам хочу сказать, что ценность не в документе. Ценность в том, чтобы вы помнили и осознавали всегда, на каких допущениях вы делаете определенные планы и принимаете решения в своем проекте и даете обязательства. Продолжение следует...